I have ways of blowing things off. Ах, уже понять, стоит ли мне их бояться. Но мне почему-то кажется, что стоит. Я нашел... Так, как тут управление-то вообще сейчас вспомнилось? Кстати, капкан, точно! Почему я забыл в прошлый раз про капкан, что у меня есть? Нашел муку и нашел маленький ключик. Где ты? А, вон, маленький ключик, да, так и есть. Ну-ка. В общем-то, из ваших комментариев. Я подчеркнул для себя очень много чего полезного. О, красную травку нашел. То, что как таково объединения компонентов у нас здесь нет. Это нужно... Шесть монет. Нужно находить рецепты. Нужно... Пила! Это интересно. Вот. Также нужно читать побольше книжек. Все это рандомно попадается в записках. То-то-сё-то также очень много чего понял насчет боевки с монстрами, насчет паразитов. Да, спасибо. Это было очень круто, очень полезно. Спасибо за такой фидбэк. Очень это ценю. На этот раз мне почему-то игра сыпет дофига денег. Интересно, где я могу их потратить. Бутылка виски. Пайн-кон. Погодите. А это разве не то, из чего я могу... А че мне там для этого нужно было еще палки, да? Хм. Хорошо. Учтем это. Это мы уже который раз читаем. Это вроде как... Не особо важно. А, так. Книгу страхов мы забираем. Это мы, кстати, в прошлый раз читали. Если что, повторно я это, наверное, читать не буду. Хорошо. По-быстренькому сейчас все здесь обыщем. Также вы говорите, если я найду взрывные зелья, то не тратить на рядовых врагов. Муку еще одну нашли. Так вот. Как бы фишка-то в чем, что для меня тот враг, с которым я не могу справиться один на один, он для меня не такой уж и рядовой. Хотя, с другой стороны, спасибо, что подсказали, как бороться. Бороться более-менее подсказали атаки, которые совершает этот чел. Ну, я имею в виду про гиганта. И как с ним бороться. Но все же я не хотел бы выходить с ним один на один. Чертов гвоздь. Так, также мне подсказали, с чего делать повязки. Спасибо. Нужно находить... Тряпочки мы сейчас с вами обязательно поищем. Также... Ой, факел нашли, круто. Также я понял, что нужно тыкать во все и побольше. Что мне сегодня столько монет дают? Так, пойдемте в библиотеку. Самое главное, что у меня была книга про светлений в прошлый раз. И я мог сохраниться. Макабук... А, эту книжку, которую мы потом сможем вставить. Окей, отлично. Смерть это ответ. Тоже понятно, логично. У нас с места так не особо обыскать. Давайте, Дейлс, в этот раз. В прошлый раз мы хоть сделали. Нормально. Нормально. Да, книга про светление. Это у нас сохраняшка. Ну, насколько мне сказали. Я сам не пробовал, как там говорится, знаете... А вы смотрели этот фильм? Я сам не смотрел, но мне рассказали. Так, то же самое и здесь. Давай, Хэдс. А, будет Тейлс. Нет, ты прикинь. Алхимелия, первый том. О, это, наверное, стоит почитать. Fellowship, вторая глава. Погодите. Да, и она, кстати, эта книга отличается. Она желтого цвета. Все книги серого цвета, а книга про светление у нас отличается желтым цветом, поэтому, наверное, надо было в прошлый раз еще догадаться, что она особенная. Алхимелия. База алхимии. Алхимелия, том первый. Эффекты разных трав и растений, перечисленные здесь. О, то есть меня сейчас научат смешивать траву? Хорошо. И тогда такой вопрос. Если меня чему-то научили здесь, сейчас, вот пока меня не убили, потом я это буду знать или нет? Это вот тоже интересная фишка. Хорошо. Синяя трава имеет здоровительные лечащие свойства. Она часто натира... Ну, как бы, ее часто ложат на открытые раны и увечья. Действия почти что мгновенные. Зеленая трава... Часто используется на открытых ранах, чтобы... Чтобы... Аааа! Чтобы предотвратить заражение. Все, я теперь понял, почему она не срабатывала в прошлый раз. Я думал, что ее нужно смешать. Она у нас против заражения. Понял. Красная трава... Сама по себе практически не имеет никакого эффекта. Но когда используется вместе с другими травами, усиливает их эффект. То есть, смотрите, здесь фишка такая же, как в резиденте. Но в резиденте у нас зеленая трава была лечащая. Зеленая с красным делала сильную хилку. Синяя трава была антитоксиком. И красная, ну, как бы, увеличивала... Красная всегда увеличивает эффект. И здесь красная тоже увеличит эффект. Но здесь они поменяли местами синюю и зеленую. Здесь синяя лечащая. А зеленая это антитоксик. Окей. Так, плесень. Редкая плесень, которая растет в пещерах и других темных, влажных местах. Она очень богата протеинами. О, питательна в смысле. Рецепт... Рецепты на... Базирующиеся на алхимии. Синяя плюс красная. Большая лечилка. Зеленая плюс красная. Это у нас антидот для отравления плесенью. И синяя-синяя. Получаем синюю хилку. То есть, тоже большую, я так понимаю. О, это круто. Теперь, эксперимент. Оно у нас появилось в крафте. Да, да, все. В общем, у нас нету контекстного меню, которое я искал в прошлый раз. Ай, прикиньте, у нас не сохраняются наши знания и наши рецепты. С прошлого раза. Поэтому прогресс или нужно сохранять, или мы все забываем и нужно начинать заново. Ну, у нас есть книга про светление. Хорошо. Черт. Вот теперь стало страшно. То есть, до этого, когда терять было абсолютно нечего. Вот, два яйца. Кстати, что у нас по голоду? А, ну, голод не такой же большой. Я понимаю, что голод нас в прошлый раз из-за паразитов очень мучил. Я с этими щупальцами навозился. Они мне заразили паразитами. Белая мука. Гнилое мясо. Наверное, нафиг. Оно что же? Скорее всего, несет в себе или какие-то паразиты, или что-то такое. Что мне столько муки дают? Блин, мне что, свою кондитерскую открыть, что ли? Ладно, валим отсюда. Вот. Так, 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 так. Сразу у нас грибочки. Это грибы или трава? Погодите. Это трава. Отлично. Значит, мы можем... Мы можем забацать большую хилку. А давайте мы это сделаем. Ха! Ха-ха-ха, получилось. Теперь она у нас отображается здесь. Да, смесь красный и синий есть. Вот это круто. Сейчас получилось. Есть, 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 работает. Все. Спасибо, ребят, что подсказали. Спасибо, что это, ну, как бы... Тут что-то только что убежало. В эту штуку я, наверное... Мука. Два грибочка. Хорошо. То есть, получается, ресепи на... С прошлого раза мы забыли, но мы теперь можем делать то, что мы выучили в этот раз. Я пока что сюда заходить не буду, поскольку там вроде как ничего такого полезного не было, если я правильно помню. Также, да, очень интересная была фишка, что это один из игровых персонажей у нас здесь. Вот это вот. Я от него в прошлый раз убежал, а с ним можно поговорить. Сейчас я чуть-чуть еще лутану. Четыре трута. Неплохо. Счастливая монетка. Салями. Ой, салями. Так, тут у нас 12 монет. А, кстати, сейчас, секундочку, ребят. Еще один маленький штучка хочу проверить на улице. Тут у нас... С вот этими ребятами никакого... А! Частично разложившееся тело... Частично разложившееся тело. Хорошо. Я начинаю чувствовать себя голодным. Я очень этому рад. Да, это какой-то жучок, который от нас убегает, кстати. Так, ладно. Я вижу там колодец, и я туда, наверное, потом тоже схожу. А здесь я был? А что это такое? Кровавый туалет... Туалетная дыра. Ты мой... В смысле залезь туда? Ты можешь туда поместиться, посмотреть. Ты ничего неишь, кроме темноты. Однако отвратительный... Однако запах отвратительный. Смесь запаха это смерть, кровь, фекалии и... Да, семенная жидкость. Нормально, тебе предлагают нырнуть в туалет. Такой, давай, чувак. Так, жрецы, жрецы. Жрецы, это круто. Кстати, то, что я в прошлый раз помог этого чувака убить мне, оно что-то дало или нет? Тоже, если кто знает, напишите, пожалуйста. Так, у нас тут... Рецепты 15 века. Это мы сейчас глянем. The Fellowship, часть... Chapter 1, это у нас уже было. Маламам, хэдс. Сейчас. Ничего интересного. Не повезло. Ну-ка. Рыцари, погоди. Про рыцари мы с вами читали в прошлый раз. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ так дневник капитана и маленький ключик маленький ключик давайте по-баренькому посмотрим книги значит та 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 вот эту штуку мы читали я сейчас быстренько пролистаю потому что я не знаю какие знания она может нам дать и стоит ли их так пролистывать учение грагота первое это мы с вами тоже в прошлый раз читали да хорош гудеть мне в ухо это мы тоже пролистаем теперь книжечка рецепт 15 века вот это мы не читали по моему эта книга о различных рецептах из от известного шефа андерса королевской кухни рондона это мы читали или нет я не помню я даже если книга позиционирует себя как книга рецептов кажется что в ней говорится больше о самом шефе андерсе об его лично о его личности это более биографическая книга которая описывает большую часть его жизни и триумфов испытаний и ну триумфов испытаний это королевского шефа там присутствует очень милый этот любовный сюжет с в котором замешан шеф и принцесса между всеми этими романтическими историями и предательствами вы находите рецепт известного мясного пирога и овощного пирога это как раз то что я спрашивал в прошлый раз то есть возможно для еды тогда тоже есть рецепты и вот ответ на мой вопрос да значит это теперь обучит нас ладно потом глянем хорошо книга капитана это мы с вами просматривали это же просто пролистаю пока что я не знаю имеет ли это какой-то эффект поэтому книги которые мы просматривали буду просто пролистывать чтобы она была теперь ты получи первая глава следующие страницы рассказывают о событиях которые происходили 800 809 году после рождества христова тут есть все-таки христос в этой вселенной того который спустился или вознесся ячет запутался так история похожа на многие но мало кто знал настоящую историю в которой сейчас стою пущу оуга поэм сенсорами которые поэмы и песни так выделены пять человек францис доминирующий нильван бесконечный вольте просвещенный чем пара замученный и был еще и 5 который никогда не достиг той же то и того же величия что я остальное что его остальные сородочи те кто здесь находится и чью историю никто никогда не услышит забытый файловщик было сформировано чтобы искать старейших богов которые покинули человечество без какого-либо направления на путь истинный без помощи без во времена трудных испытаний в больших опасностей так великие королевства были были медленно великие королевства медленно гни сгнивали и человечество великие ценности человечества которые когда-то помогает цель ну нацеливались на короче человечество начало деградировать судя из этого потому что вот эти обороты я понимаю что здесь написано но по-русски сказать по-человечески не могу извините тогда в те времена существовала древняя гробница которая принадлежала древнему городу махавры который работал как пересечение для множества разных существующих на тот момент путей там где человек мог встретить своего творца те кто ступали внутрь заканчивали тем что ну попадали в вечный круговорот божественного божественного влияния и планов она после на после на по смерти на после жизнь там братство потребовало права на самоправление для людей но чтобы боги перестали править людьми свободу выбирать собственную судьбу и строить будущее которое они заслуживают довольно познавательно но пока не знаю к чему это книга страхов а погоди the fellowship 2 2 чептор я разве подбирал 2 или она дублируется дать прочитаем раз мы 1 почитали 2 глава братство нашло путь к древней гробница которая которая вела к конфронтации со старейшими богами в общем братство противостояло множеством угром нужным угрозами опасностям которые старейшие боги на них направили все пятеро из них достигли золотых ворот в махарме по хавре самые маленькие в те же самые ворота almer с которых спустился almer 800 лет назад похоже что просто прошло все испытания которые боги разложили перед ними но самое самое ответственный момент зерно сомнений было посажено в их разум в 5 который забытый забытый был тем самым последним испытанием которые старые боги на них направили его целью было как раз он и должен был посетить сомнений для того чтобы посетить раздор в братстве придерживаясь своей строгой миссии братство продолжила они отбросили все сомнения и продолжили и пошли дальше к золотому храму в махавре братство разорвало легаси наследие но грубо говоря старых богов и создало новый мировой порядок в те века ну эйджи то век но не в смысле времени а в смысле пришедшее время в тот век когда человечество решила свою собственную судьбу этот века когда она росла и процветала братство стало новыми богами которых мы любим и знаем сегодня погодите новые боги это не те четверо которых мы видели с вами в позапрошлой серии и есть типа забытый пятый но мы видели только четверых это в принципе попадает под описание хорошо теперь я наверное пойду и и что и вставлю книгу чтобы у меня открылся проход хочу ли туда сегодня идти сегодня у нас библиотека на ходу понятно ассасины книга первая целущие погодите где-то вот подручная книга ассасина в книге содержится инструкции как освежевать животные или гуманоидное существо то есть человека как как сделать правдоподобное искать но укрытие из кожи или меха но или не укрытие маскировку маскировку вот используйте освежевочный нож и четкими движениями чтобы сотрать и шкуру с мускул и костей с достаточным куском кожи ты можешь сделать маскировочную одежду это маскировка скроет любой человеческий запах будет будет запах голода или страха ты сможешь обдурить животные на охоте будьте осторожны потому что может не сработать если подойдете слишком близко к животному чем не с голодом надо бы поесть чем он давайте я это яйцо наверно сколько она мне кстати восстановила ну 7 давайте еще одно яйцо интересно их сухими пью или смысле не вареные так да вот там видно кстати дверку прошлый раз я не заметил просто книгу вставил давайте обыщем давайте еще раз пофиг нет спасибо ничего не найдено откроем вот эту штуку но пока что пока что туда не пойдем погоди учение альмера так кстати надо будет посмотреть ну-ка вот темный священник а то есть не можно дальше поговорить все я понял ты все еще в своем уме пожалуйста оставь не оставь меня я здесь не для того я здесь не для того чтобы лясы точить и я не вижу никакого смысла с тобой разговаривать так кто такой связи этот темный священник явно ну не понимая что ты от него хочешь меня зовут нки я священник разрушения это накормила твою любопытство слушай я закончил с этим разговором не то не принесет никаких плюсов ни тебе ни мне уйди он не хочет никакой никакого общества сейчас и возможно это не лучшая идея с ним разговаривать я думаю что он на меня может напасть черт я думал что у меня будет больше возможно с ним поговорить ладно пойдем а куда мы пойдем погодите у меня есть гидра там я думаю что она осталась вот и вот эти ребята наверное их не буду трогать ну-ка что мы что будет если мы ну сделаем то же самое ладно посмотрим теперь хочу ли я да тут у нас там нас гидра синяя жидкость бутылочка хочу ли я напасть на вот этого чувака он же меня убьет но у меня есть взрывная бутылка не интересно что там так как в этом говорили вторую атаку он делает этим 2 атаку нужно а пофиг давай не ручи на меня так значит айтем хорошо так и теперь атаковать в смысле я промазал ты посмотри на него ну да вы мне говорили не используя взрывное зелье на рядовых врагов но черт побери я хочу пройти хоть немножечко дальше давайте обыщем а я нахожу мясной порог и порог пирог и заплесневелый бред блин хватит я просто рассказал то же самое заплесневелый хлеб я просто читаю одним глазом на английском вторым глазом до пытаясь переводить как бы странно это не звучало ты тут одно было интересно или нет посмотрим пожалуйста пусть тут больше не будет никого я хочу куда-то дальше пройти ну кстати пыточная тут до сих пор мокро так что у нас по идее лишь мясной пирог хочу ли я 43 ханга сейчас ну-ка о фигасе мясной пирог это видимо очень крутая штука я его рано использовал это кликнул зачем я это кликнул я наполнил это бутылочку кровью у меня теперь есть кровавая кровавая бутылочка зачем она мне в принципе покажет понятия не имею у меня есть кстати пила если чё синяя жидкость у меня две лечилки неплохие и плату айл такой типа читаем вайл full of blood бутылка классно виски и виски я пока что оставлю так это у нас использовалась для пыток и ты мог бы зайти внутрь но решаешь этого не делать никакое разумное решение чувак не поверишь вещи для пыток ты не можешь понять при значении большинство из них ты берешь освежевочный нож да то есть по идее мы теперь можем освеживать а пойдемте попробуем освежевать этого чувака железная дева ожидает следующей жертвы в этой железной деве скорее всего есть человек потому что кровь на полу нет тоже ожидает следующей жертвы давайте мы сейчас вернемся и попробуем с мы-то здесь было да вот он трупешник можно освежевать до шкура охранника погодите я теперь это могу носить ну-ка 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 во-первых оптимизировать нет вот так теперь не могу аксессуары не могу голова а где у меня тогда эта шкура появилась ну вон она вижу что в этом но я не могу использовать шкура ну кожа тюремного охранника так что мне тогда нужно может быть крафт армор блин них две надо то есть бледная кожа 2 или шкура охранника 2 или а или мех повелителя все я понял крафт у нас есть здесь сделал теперь тут у нас тут мы можем делать факел и тут мы можем делать мясной пирог здесь мы можем делать овощной пирог у у нас ох блин сколько у нас рецептов то появилось круто ингредиенты какая-то присыпка из сухих грибов блин прям в этот раз пошло неплохо получается мне нужно завалить еще одного охранника чтобы я наверх еще схожу я просто хочу посмотреть что здесь дальше получается нужно завалить еще одного охранника и тогда я смогу маскироваться красные красную эту жидкость нахожу еще один панк он так тут куча трупов гнилые трупы в степени разложения распада уже даже не разложение черт в деве ничего нету о в деве что то есть а как не открыть в этой деве что то есть блин ай чёрт 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 погодите инструменты для пыток я подобрал еще одну пилу но у меня не возникает никакого действия с девой как не открыть да там есть что-то внутри но как нее открыть я не знаю ребят кто знает черканите в комментах я буду не против потому что ну явно там какой-то труп но на этом трупе возможно будет что-то важное или ключ или шмотки или еще что-то я бы посмотрел на самом деле так что кто что знает пишите пожалуйста слышь приближающиеся шаги пакмэн а не погоди ты же в своем имя правильно да конечно иначе я уже был бы мертв меня нет времени на это слушай я потерялся в подземельях и провел здесь мне кажется всю свою жизнь мое мое чувство времени абсолютно размылось может быть годы может быть месяцы а может быть даже недели я не могу просто это больше выносить я чувствую мой мозг уже сдается я просто не могу я не знаю что привело тебя сюда но если но на твоем поместье я бы бежал отсюда настолько быстро насколько смог бы если сбежать из этого места до сих пор возможно что это было блин я не хочу туда идти чёрт 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 кстати а а с этим а с этим чуваком я больше ничего не могу сделать теперь просто груда мясо я могу сюда еще подойти я hydra а я голоден отрубить одну из голов да нет я я не буду куда куда ты думаешь ты уходишь урод я чё-то резко не хочу теперь туда идти блин отвратительно теперь делать ладно попробуем пойти за чуваком куда он побежал он тут просто кровать я могу здесь сохраниться нет да нет да 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 нет за каждым углом что-то новое ждет чтобы причинить мне боль ты просто собираешься здесь прятаться если ты еще не заметил эти подземелья заполнены невообразимыми ужасами из глубин самой тьмы одно более пугающие чем предыдущие каждое следующее более пугающие предыдущие самые садистические самым садистом получается трор тур мы кстати про него читали так 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 погодите вы мне говорили в кровати можно сохраниться я хочу сохраниться в кровати это же кровать вы чё так соберись это не так просто я не меня держивает страх самоубийство всегда вариант можно без этого пожалуйста так 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 где она была сейчас вот так вот сделаем я начну ты слышишь как что-то хрустит у тебя под ногами нет сейчас хоть будет черт повезло ты еле успеваешь отпрыгнуть нифига тут по будет обваливаться я сейчас на новой территории я просто затаил дыхание потому что не знаю что будет черт такой угол неприятный сюда можем зайти и можно уже не выйти я подобрал еще один нож и кстати эти ножки одноразовые или нет я не посмотрел для освежевания ой ягоды ягоды это круто они еще и лечебный эффект имеют это я помню камера зачем а камеру не откроешь без ключа у меня есть ключ но он видимо сюда не подходит это маленький ключ что-то идет в сторону этой комнаты спрятаться я не буду на это накидываться потому что я не знаю что это такое трортур это трортур я мог бы поклясться чертов разум чертов разум это сам трортур это ребятушки чё получается мини-босс здесь который не падай пожалуйста так я не уверен что я хочу строртуром встречаться потому что этот чувак сказал что нет идешь ты лесом ладно по крайней мере быстрее ты не можешь дышать от накатившей темноты впереди тебя там что-то страшное погодите то есть мне нужен ключ для того чтобы пройти дальше ключ я так понимаю что будет трортур а ну мы про этого перца читали погодите что мы теперь можем еще сделать так по-хорошему можно вернуться и получить вторую шкуру этого чертового охранника что у нас с этими священниками я не знаю и стоит ли мне еще раз докучать приступ потому что он явно не хочет разгарить я боюсь что он на меня нападет что у нас там было у нас тут можно было у нас тут можно было пособирать всякие лутецкий члены расхожу сейчас и сделаю ножик до 22 высушенные гриба мы можем из этого что-то сделать трубку мы получили мука так еще одна синяя травка два помидора так а вот этот я бы не поднимаю да я просто на него смотрю у нас все хорошо с этим ты дружище оставь меня пожалуйста я превращаюсь в бабочку я буду красивой бабочкой а ну да там что-то топает это я помню это у нас древняя статуя которая стоит здесь помолиться я никому не буду молиться идите нафиг пока что там у нас вроде как можно было собрать травку и там интересная вечеринка на которой мы заходили поскольку видео не забанили я схожу туда еще раз пока что по крайней мере никто его не забанил привет кролик я просто схожу за за травкой которая у вас там есть я знаю я ее видела на красный она мне нужна а честно с вами поболтаю они будто в трансе это это такт выглядит очень болезненным несмотря на то что не выглядят отстраненными ты чувствуешь любовь которая не излучают они излучают любовь серьезно ищешь партнера нет спасибо но по крайней мере не такого как да я чувствую голод так от них не исходит никакого звука все происходит в полнейшей тишине они полностью сосредоточен друг на друге у обоих глаза устремлены вдаль чуть-то топает неинтересно так первый раз бесплатно это я помню я просто не знаю что это делает возможно восстанавливать здоровье возможно восстанавливает мораль не буду пока ничем таким заниматься по крайней мере я в прошлый раз просто очень испугался что мне прилетит за это видео но пока что вроде все хорошо и ничего не происходит так ладно пожалуйста оставь меня да он ничего нового не говорит а что же я могу сделать что же я могу теперь сделать с тротуаром я не хочу встречаться потому что мне кажется он меня тупо завалит хотя может быть я перекручиваю себя вы мне скажите так это или не так стоит ли мне его опасаться так как я его опасаюсь тип и а он ушел прист ушел а куда он ушел давайте поищем тут у нас так ничего не появилось коврики ребят вы мне говорили про тряпки на стенах честно говоря то ли я слепо шару то ли я пока что ничего не вижу надо будет в самом деле присмотреться у меня пока что у реально с тряпками проблема потому что я не могу а тут я могу зажечь кстати а а что будет если у них много давайте зажгу да я могу так зажечь светильник а что мне это даст тупо светлее станет хорошо я просто попробовал я понимаю что это бесполезно было кровь 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 это конечно круто куда ушел священника что мне интересно да 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 я могу еще в туалет кстати нырнуть а туалет это кстати случайно не то самое место про которую мне говорили что меня могут выбросить в грубо говоря туалет и мне придется из него выбирать вон он этот тут ротур если чё так хорошо давайте здраво обсудим что у нас и как там у нас наверху страшная тьма до которой мы не можем приближаться что-то ждет по ту сторону решеток я я бы предпочел сейчас не выяснять это так тут у нас переход тут нужен ключ там переход скорее всего на второй уровень тут у нас чувак запрятался внизу нас бегает ротур хорошо это это место я пока что оставлю я не знаю что-то мика пишите ребят комменты я не хочу просто сейчас бездарно слиться я пока это место оставлю и пойду пойду наверное в колодец обратно прыгну где мы в прошлый раз куда нас затащила это был второй уровень подземелья кстати может быть мне все-таки стоит попробовать сразиться с это красная травка или мне кажется зеленая смысле ну да я не дольтоник все нормально это абсолютно неподозрительно может мне все-таки стоит сразиться со вторым охранником у меня есть хилки так-то по-хорошему крафт 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 о ингредиент я могу пирог сделать черничный он очень хорошо восстанавливает я могу сделать травку от отравления могу из грибов сделать похлебочку похлебочка это хорошо кстати я наверное даже съем 65 донат съесть а есть что-то нужно черничный пирог где у нас там похлебка была но этот рагу который она полностью восстанавливает крутяк а это это кстати не пустая бутылка нет к сожалению хочу ли я подраться со вторым охранником так давайте знаете что сделаем сделаем вот так книга просветления книга излучает свет во всех спектрах ты чувствуешь как твое путешествие началось как будто все твое существование до этого было всего лишь наблюдением ты чувствуешь как перспектива меняется в твоем окружении как будто все остальное уменьшилось и возможно ты вознесся выше ты лучше понимаешь самого себя и связь между твоим мозгом и твоим телом начала растворяться ты ближе к просвещению я записался на другой слот когда заканчиваешь читать книгу она растворяется в пыль на твоих на твоих глазах все я сохранился хорошо давайте тогда попробую подраться с со вторым охранником во первых если мне это получится я смогу получить шкуру с него и вот еще одно взрывное зелье все и маленький ключик блин а теперь я уверен что я выиграю но так тут у нас вот эта пентаграмма уйти я пока что не знаю это старейшим богам это мы с вами по моему еще в первой серии находили читали тут у нас должен быть вот этот вот перец либо теперь здесь не будет я нахожу ягоды два помидора смотрите теперь мне не кажется нахождение муки в таких количествах чем-то плохим если я могу делать из этого пироги почему бы и нет так факелы хочу ли зажигать факелы влияют ли они на мой страх каким-то образом хочу ли я взорвать до хорошо взрывной зелька пригодилась открыть фиг я нахожу капкан и типа если бы это я нашел бы что-то лучшее счастливая монетка заплесневелый хлеб заплесневелый хлеб заплесневелый хлеб гнилое мясо просто замечательно шкафчик обыскать тейлс опять не угадал ну да спасибо я просто оценил так в ведре ничего не чувствую ты не чувствуешь как спать здесь тебе не кажется что ты можешь поспать здесь почему я пробил себе комнату это путь в сейф спот почему я не могу здесь поспать блин ну серьезно вторая кровать которую я нахожу это не честно мне сказали ты можешь спать в кроватях окей пожалуйста вот я нашел кровать причем это явно какая-то безопасная комната мне пришлось к ней пробиваться я потратил взрывную бутылочку так тут у нас тут у нас обрыв да тут у нас ничего нету куда-то охранник отсюда делся я не знаю расстановка юнитов немножко поменялось то есть он на меня здесь всегда нападал а сейчас кстати это изображение старых богов и такое же изображение я тут все обыскивал точно все три а я могу сюда пройти а вон он а черт с тобой пойдем пойдем подеремся дружище я потратил взрывную эту да не рычи на меня есть хорошо атаковать жало и ты меня атаковать будешь черт это атака от которой я не увернусь да мне говорили типа надо было блокировать а фиг с ним фигс не ха ха он половина промахнулся вторую руку все чувак тебе больше нечем атаковать и на тебе еще и ногу ой больно же так как я промахнулся то где на меня убьет вы чё item то 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 блин больно ну все по идее я ему все по трубал уже хорош минус голова сдохни тварь по крайней мере я понял как с ним драться так я могу его также освеживать сначала обычным кольцо и освеживать да хорошо мне нравится здесь ничего здесь ничего я это все уже обыскивал да я просто не подходил к нему а это это минуточку это не второй выход а это и есть выход вот это там чувак был стой просто охранник пришел сюда привет твои глаза у них у них у них такой же abs отсутствующий взгляд я маленькая маленькая птичка сказала мне что это подземелье поглотила новую бедную душу я увидел возможности для бизнеса вот и все что что же это будет у тебя 33 монетки а хорошо я не знаю для чего мне еще деньги так напиток напиток жизни я только одну могу кучу черт собаки будут не синяя жидкость блин а кстати собак то больше и нету собак больше нету два яйца сырое мясо так знаете в чем прикол могу ли я теперь пойти сохранится в той кровати ну то есть тут больше нету врагов так так не значит ли это что теперь могу спокойно пойти поспать там а пожалуйста я не хочу я понимаю что не так далеко сохранился но мне вот этот процесс хочется сохранить которые у меня есть я старался так здесь ничего здесь ничего это вот здесь мы пробили да возможно не мог сохраниться из-за того что здесь ходил охранник охранника мы победили ты не чувствуешь как будто ты мог бы здесь уснуть я тогда не знаю что делать ребят ну то есть у меня есть сохранение относительно недалеко ну как раз мы можем опять подраться следующий раз охранником можем прийти сюда если мы найдем взрывное зелье потому что же по рандому все ладно давайте тогда на этом заканчивать во первых что мне от вас нужны ребятушки такая инфа мне нужно чтобы вы сказали что мне делать с троту ром вот этим вот насколько он опасен нужно ли мне к нему соваться во первых во вторых если я так понимаю загружусь у меня заново возможно появится торговец что у него что у него стоит взять зелье жизни вообще что оно такое давайте глянем ага то есть этим можно что-то оживить а это интересно также у нас есть две шкуры охранника я понимаю что мы можем скорее всего сделать себе некую маскировку что тоже было бы круто в общем все мы куда-то относительно дошли да мы видимо при загрузке потеряем чуточку прогресса но не так уж и много большую часть прогресса на сегодня мы сохранили это невероятно круто в следующий раз мы начнем не сначала такое тоже бывает что мне делать с гидрой он хочет мясо он хочет человечину и что чем не его кормить во первых во вторых что с троту ром в третьих что мне как мне куда мне ваши советы куда можно сходить в подземелье не в подземелье пойти через колодец опять этих щупальцоголовых убивать слушаю 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 будем исходя из ваших комментов будем состоял составлять дальнейшие планы чертовски интересно все чертовски круто и мне больше всего нравится что мы сохранились после того как вы выучили все те рецепты которые нам выпали нам сегодня было очень много рецептов на этом сегодня все спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек и всем покеда да а а а а а Субтитры подогнал «Симон»